Привет, Страж! Джонни Лейни на связи, и да, смотри сразу чё творится, я представляюсь в начале ролика, ломая формат просто в клочья, да ещё и на консоли играю, специально для тех, кто писал мне, что я предал консольное комьюнити. Господи, сейчас пойду Death Stranding да пройду. Anyway, Симметрия. Новая экзотическая винтовка разведчика. Как получить? Вот так. Да, новый экзот доступен владельцам сезонного абонемента прям вот на старте, за первый ранг, а всем остальным на 35 уровне того же сезонника. Удачи в прокачке. Потом не забудьте взять катализатор, кстати, у Гансмита в башне. Хорошо. Дорогие Банджи, сезон Бессмертия и дополнение Обитель Теней были волшебными. Они подарили нам один из самых необычных экзотиков – револьвер Клятва Эрианы. Одна проблема – катализатор на неё требовал слишком многого – закрыть несколько сотен активностей с экипированным револьвером. Выскажусь с просьбой от лица всего сообщества. Пожалуйста, не надо так больше. Это слишком утомляющее занятие, награда за которое не соответствует потраченному времени. С уважением, Джонни. Четыреста активностей. Да-да, четыреста. Не шутка. Но, к счастью, в этот раз экипировать скаутку не обязательно. А четыреста активностей за сезон уж точно наберёт большинство из нас. Каждый налёт, матч Гарнила или Гамбита – ещё ивенты впереди. Так что тут немножко попыхтеть недовольно можно, но в целом и на том спасибо. Катализатор увеличит максимальное допустимое число накопления бафа. О котором мы сейчас поговорим. Ну так, чем же примечательна скаутка? Во-первых, архетип. Это тот же тип оружия, что метательный нож Рэнди. Винтовка за ритуальный квест Гарнила прошлого сезона. То есть скаутка скорострельная для убийства противников ПВП потребует 5 попаданий в крит. Во-вторых, симметрия во второй слот. А значит, имеет элементальный урон. Тут он электрический, что, безусловно, полезно в ПВЕ. Основной экзотический перк – революция. Второстепенный динамический заряд. Работу этих особенностей пушки очень эффектно показали в трейлере. Очень вкусно, как всегда. Мне прям сразу интересно стало, что это за электрозверь такой, который ваншотает врагов в голову. Так ли это на деле? И да, и нет. В цифрах урона мы обязательно тоже разберемся. Но сначала небольшая рекламная пауза. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт двинг.нет. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов, и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду Трипл Вайп действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Перк Революция делает винтовку полностью автоматической, а также позволяет активировать способность электропоиска при удержании кнопки перезарядки. Выглядит это примерно так. Простой режим стрельбы, режим с отслеживанием. Видно, как снаряд летит медленно, но со значительной поправкой на трекинг цели. Не йотун, конечно, но все же. Кстати, в таком режиме огня винтовка наносит немного больше урона. Пвп это 50 единиц. А еще не критуется, то есть не может наносить критический урон. Всегда фиксированная цифра, хоть в тело, хоть в голову. Второй перк Динамический заряд. Уже направлен на значительное улучшение оружия, и вот именно он и делает эту винтовку особенной. Прицельные выстрелы усиливают динамический заряд. Переключение в режим электропоиска увеличивает урон и перезаряжает часть магазина. Про разницу в уроне без накопления заряда я рассказал. А что за накопление? Как это все работает? Запутаться же можно. На самом деле все просто. В обычном режиме настреливаете в голову противника и накапливаете тот самый динамический заряд. Максимальный множитель может накопиться до 15 единиц. Баф не сбрасывается переключением оружия и не сбрасывается перезарядкой. Сбрасывается смертью, так что не умирай. Его таймер с обратным отчетом начинает свой ход после того, как вы сделали первый выстрел в режиме революции. Таймер на 10 секунд. Немного, но тут уже будет зависеть от тебя, насколько круто ты будешь успевать двигаться по карте в поисках добычи. Теперь обещанные цифры урона и примеры того, как это и где применяется. Начнем с ПВП. Где, к слову, мне эта винтовка понравилась? В первый день тестов, когда я не записывал геймплей. Короче, в обычном режиме стрельбы 47 в голову, а в тело 38. Обычно, скучно, да, ничего особенного. Хоть и играется она довольно приятно, из-за скорострельности, но с бафом-то как. Это же самое важное в этой скаутке. Итак, может ли эта винтовка убить игрока с одного, или хотя бы с двух выстрелов? Спойлер, да. С двух выстрелов симметрия начинает щелкать стражей, начиная с 7 стаков. Учитывая, что для простого убийства вам нужно сделать 5 попаданий в голову, вы просто убиваете одного стража, делаете пару шотов в голову другому, отходите за укрытие, заряжаете винтовку в режим революции, теперь вам будет достаточно двух выстрелов. Притом, эти выстрелы нормально магнитятся к целям. Помните? Мы тестили скаутку с разными стаками, с разным уровнем брони испытуемого и так далее. И всегда результат был один. На 7 накопленных стаках – могила. Так что копить 15 стаков бафа в пвп не придется. Нет смысла, да и не просто это. Хотя мы не знаем, сколько стаков можно будет накопить с выполненным катализатором. Возможно 20. И тогда ты точно будешь валить стражей за один выстрел. В пве… ну, послушайте. Играется скаутка в пве нормально. С ней весело пробегать какие-то активности, миссии, налеты, арены те же самые. Можно по казуалить в гамбите. Можно. Но раз я так начинаю издалека, то использовать симметрию уже понятно, как универсальное оружие для чистки мобов в обычном режиме и для урона по боссам в режиме заряженной революции – не вариант. Во-первых, очень медленный темп стрельбы в режиме революции, больше напоминающий другую винтовку разведчика, бесполезную клятву небожога. Во-вторых, критический урон винтовка в этом режиме не наносит. Да и… окно в 10 секунд для огня по боссу слишком малое для такого типа оружия. Только представьте, насколько больше нанесет… Ладно, Хэлли, сравните даже с идеальной эпидемией. Тоже праймери. Скаутка зашла почти всем. Особенно в пвп. Разумеется, в пвп казуальном. В быстрых играх с ней играть очень весело, свежо. Особенно тем, у кого не вышло получить метательный нож Рэнди в том сезоне. Ага. К сожалению, насладиться мешают пока что игроки с арбалетами, но к этой теме мы вернемся уже в другом видео. Ну и все же, это полностью новая винтовка. С необычным дизайном, с красивым внешним видом. У нас теперь такого редко встретишь. Так что, ценим. На этом же пока у меня все. Пишите в комментариях, что думаете об этой винтовке и предлагайте темы для следующих видео. Буду рад почитать интересные идеи. А сейчас прощаюсь. Счастливо.